Всем привет! Кубик с вами! Сегодня мы отправляемся в Ротаро! Погнали! Мы находимся в центре Ротаро. Сейчас пойдем по нему прогуляемся и посмотрим, что тут есть интересного. Тут туристов, как обычно, целая куча, потому что здесь информационный сад для них находится. Ротаро изначально был основан только для того, что здесь есть подземные всякие различные горячие источники с серой. И поэтому здесь есть всякие спа и прочие бани и бассейны и так далее. Поэтому Ротаро изначально построили именно как курортный город, чтобы здесь приезжать из Окленда, из других районов в Новой Зеландии и отдыхать. Прикольно, здесь даже высокие здания есть. Интересно. Какая-то инсталляция. Прикольная. Классные здесь рисунки. Тут с горы открывается отличный вид на Ротаро. Вон там, кстати, вдали. Там аэропорт Ротаро. И самолеты периодически ходят в Веллингтон, в Окленд и, по-моему, еще в Палмирштан-Нурс. А раньше вообще самолеты летали прям напрямую из Сиднея. Представляете? Это озеро, кстати, достаточно мелкое. Тут всего 10 метров глубина. Но зато используется вот как раз для развлечений типа вертолетов, самолетов, которые с воды взлетают. И вот, конечно же, тут куча черных лебедей. Хе-хе. Мы находимся в главном парке Ротаро, который называется «Правительственные сады». Сейчас пойдем здесь посмотрим. Хе-хе. «Правительственные сады» А это, кстати, очень интересно. Это байни. Причем они подогреваются из натуральных источников, то есть гейзерами. Круто. Парит прямо в центре. То есть там аж 200 градусов температура внизу. Это мы идем по парку скульптур. Кстати, вы, как могли заметить, цвет воды, большинство водоемов, такой немножко желтоватый. Это потому, что здесь очень много содержания серы в воде находится. Из-за того, что тут находятся все эти гейзеры и вообще вулканическая активная деятельность. Ну, только гейзеры в данном случае. Никаких тут лав не извергается. Хе-хе. Опасно, но зато очень интересно. Прям деревья какие-то пожелтевшие или покрытые чем-то. Интересно. Обалдеть. И все это находится реально в 100 метрах от центра города. Это место называется Серная точка, потому что здесь самая большая концентрация серы. А еще интересно, что это на самом деле всего лишь залив. И он соединяется напрямую с озером Роторова. Стр5-яб dialect. Стр5-яб То есть вот здесь и соединяется эта серная вода с обычной водой озера. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока! Супчик закипел. Хе-хе.